Пятилетней девочке Читы требуется помощь. Год назад мы уже рассказывали в эфире программы Вести Чита об Алене Малыгиной, страдающей сложной формой эпилепсии. Российские врачи разводят руками, немецкие предлагают дорогостоящую операцию. Историю болезней Алена изучала Любовь Чистякова. Все началось, когда Алене Малыгиной было чуть больше года. С диагнозом менингоэнцефалит малышка попала в реанимацию, а после появились первые эпилептические приступы. По 8, а иногда и больше раз в день. Сейчас Алене 5 лет. Большую часть своей жизни девочка проводит в больницах. В клиниках Читы, Санкт-Петербурга, Иркутска, Германии. Если в России родителям говорили болезнь неизлечима, то немецкие эпилептологи дали надежду. Собрать деньги на дорогостоящие первые обследования за рубежом помогли неравнодушные забайкальцы. После выхода в эфир сюжета об Алене в программе Вести Чита. Девочка провела 10 дней в единственной в мире клинике нейропедиатрии фактороид. 10 дней под шапочкой, под видеонаблюдением. Постоянно. Днем и ночью снимали. Па часа в день разрешали прогулку по больнице, чтобы ребенок отдыхал маленько. Потому что 24 часа на кровати он просто не мог лежать. Сводить дочь в Германию во второй раз Малыгиным помог Русфонд. Результаты этих обследований показали, Алену необходимо срочно оперировать. То, что переходит все уже на левую полушарие, справа у больного. Врачи говорят, что ничего не гарантируют. Но они говорят, что ей станет легче. Вся вероятность, что могут и приступы уменьшиться. Немецкие нейрохирурги готовы взяться за инструменты сразу же. Как только на счет клиники поступят деньги. Полтора миллиона рублей. Для Малыгиных сумма неподъемная. Семья большую часть доходов тратит на лекарства. Остается надеяться на помощь неравнодушных телезрителей. Любовь Чистякова, Виталий Квашнин, Вести, Чита. Те, кого тронула историю пятилетней Алены Малыгиной, могут позвонить в редакцию программы Вести, Чита по телефону 8 30 22 31 95 68 и взять координаты родителей девочки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова